О том, что находится в этом неприметном здании в центре Анапы, можно догадаться по запаху. Центральная насосная станция, куда стекается вся канализация курорта. Оборудование частично советское, работает станция почти 40 лет и уже не всегда справляется с объемами. При мощности центральной насосной станции, которая находится у меня за спиной, 37 тысяч в сутки, ее мощность рабочая, сейчас поступает в разгар летнего сезона около 46 тысяч кубометров, 45-46 тысяч кубометров в сутки сточной жидкости. Все это перекачивается на очистные сооружения канализации. Канализационно-водная инфраструктура Анапы изношена на 80%. Из таких частных примеров складывается общая картина в крае. Не так давно глава региона заявил, без внешних инвестиций модернизировать одну из самых проблемных в сферу ЖКХ не получится. В Анапе Венимину Кондратьеву показывают строящийся очистной комплекс, создаваемый как раз в формате государственно-частного партнерства. Муниципалитет дает условия для проекта, бизнес, деньги. Мы сегодня говорим, мы ищем деньги, мы изыскиваем, мы экономим. Но вот такой инвестор, который готов это делать за свой собственный счет, для нас это, наверное, самый ценный и основной инвестор. Мы должны его только поддержать и создать условия, чтобы он реализовал свои эти проекты. Очистные сооружения с подобными технологиями есть только в Москве и Санкт-Петербурге. По словам инвестора, по экологичности равных на юге страны комплексу не будет. Даже запах от канализации не почувствуешь в 30 метрах от резервуара, где идет очистка. После ввода в эксплуатацию подключиться к канализации сюда смогут не только дома, которые строил инвестор, но и части городских микрорайонов. Такие условия перед бизнесом ставились изначально. «Бизнес ради бизнеса быть не может. Бизнес должен быть ради людей. А то, что вы сегодня делаете, безусловно, ради людей. Это приветствуется мной лично, я думаю. И в целом такой подход должен быть. Если бизнес края и России это будет понимать, то, поверьте, многие проблемы нас обойдут стороной». По сути, в Анапе впервые в регионе создали единый комплекс жилищно-коммунальной инфраструктуры, появившийся в рамках государственно-частного партнерства. Кроме очистных сооружений, сюда входит водозабор и котельная. Предприниматели построили все для собственных жилищных проектов, но мощности рассчитывали так, чтобы пользоваться ими мог иммуниципалитет. «С помощью вот этой насосной станции уже мы воду даем во все эти микрорайоны. Это был один из тех микрорайонов, где плоховато было с водой. Сегодня этот вопрос решен, вопрос закрыт. И не было совсем». Из-за того, что оборудование современное, потери на том же самом водозаборе сведены к минимуму. Да и на текущий ремонт затраты не нужны. Поэтому цены за пользование такой частной инфраструктурой будут ниже, рассчитывают в мэрии. «Сегодня это современное оборудование, которое вы видели. Соответственно, и тарифная политика будет совершенно другая. Она будет более приемлемая для населения. Это экономично и с минимумом потерь». Рынок государственно-частного партнерства будет развиваться и дальше, уверены эксперты. И самой большой популярностью пользуются как раз инфраструктурные проекты в коммунальной сфере и энергетике. По словам Вениамина Кондратьева, именно за таким подходом – будущее отрасли ЖКХ Кубани. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Анапа.